А, вот сейчас началась запись, вот-вот-вот, да, даже там прозвучало, началась запись на английском языке. Давайте, вас зовут Елена. Да, я из Казахстана, я еще раз повторюсь, я хочу сказать огромное спасибо, Хосай Магомедович, вам с вашим методом ключ, потому что это просто на самом деле вещь с большой буквы, прям вещь-вещь. Огромное, вот от всего сердца говорю спасибо. Слушайте, я вообще не встречал никогда женщину, которая бы не говорила какие-то хорошие слова. Видимо, ваша природа такая, что всегда поддержать, похвалить, сказать спасибо, чтобы человек обрадовался. Видимо, натура такая у женщин, нет? Берегиня. Скорее всего, да, скорее всего. Женское начало, но женщина по-другому не может быть. Ну вот, поэтому я всегда очень подозрительно отношусь к женским словам. В том смысле, что я хочу понять, что там есть вежливость, и что там есть забота о ближнем, и что там есть правда. Вот я хочу понять. Сейчас, сейчас правда на самом деле, и я волнуюсь, потому что очередной, посмотрела очередной роль, вот просто методом тыка. Почему посмотрела? Потому что нахожусь в состоянии стресса, поэтому и смотрю. Мы же как к Богу обращаемся, когда в состоянии стресса, да, к сожалению. Все, для надежды, хотят точку опоры найти. Да, и лишний раз убеждаю, что вот нас, вот нас Всевышний ведет. Именно открываю YouTube, не намерена была смотреть Хасая Алиева, честно. Хотела что-то там, музыку. Тут выходит ролик, в котором он рассказывает. Ребята, я вот немножко небритый, но потому что хочу, помните тот ролик, да? Я хочу вам написать короткий ролик. Я вот с Рекси, но еще не побрился, но побресь, побресь. Потому что вот так и вот так надо делать. Я посмотрела и вспомнила себя, когда первый раз я вас увидела, и немножко такой колючий ежик. И вы мне сказали, что я колючий ежик такой вот. И хочу сказать о том, что вот смотрю на вебинарах, на каких-то видеоконференциях. Очень многие люди начинают делать движения ваши. Почему я попросила сейчас о встрече с вами, да? Я смотрю, я была в том числе. Вот вы говорите, делайте движения, делайте так. И мы как в школе начинаем делать год заряд. Нет, я говорю, подбирайте, подбирайте себе. Хасай Магомедович, вы это говорите, но не факт, что мы это слышим. Да, да, я это понимаю, я это понимаю. Когда человек в стрессе, он не слышит. Мы продолжаем делать, мы продолжаем в себя это впихивать. Раздражаемся от того, что ничего не чувствуем, облегчение. Но машем руками усиленно. Потом еще раз раздражаемся до слез. Я помню, была какая-то тоже встреча на вебинаре. Одна женщина была, она вот махала руками, уже расплакалась даже. Но не идет ничего. Сейчас, 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 секунду, секунду. А вы сейчас в каком состоянии? Вот состояние сейчас возбуждения. Потому что, поэтому я и пришла, скажем так, к этому вопросу. Я тогда, я тогда помнила, начала анализировать. Ну, во-первых, вот самое главное, понять, что ты сам себе хочешь помочь. Да, правильно. Вот расскажите, пожалуйста, как убедить человека в этом, что это самопомощь. Это не вы ему на том конце телефона, монитора помогаете, что он сам себе. Как объяснить это? Объясняю, объясняю. Вы услышите сейчас то, что я сказал? Хорошо. Дело в том, что инстинктивный человек сам себе всегда помогает, когда ему бывает плохо. Когда он решает какую-то проблему, он инстинктивно что-то делает, его организм подсказки делает. Ну, например, его трясет от нервного напряжения, или он ногой качает там, или пальцами стучит. Он, когда пытается решить проблему и волнуется, его организм ему подсказывает, что надо сделать. А он это блокирует, потому что он полагает, раз рука дергается, значит, так это неправильно. И поэтому он в этот момент, вместо того, чтобы прислушаться, что ему подсказывает организм по природе, он вместо этого в конфликте с самим собой. И напряжение еще больше растет. То есть, Хармин Гаммедович, маленький вопрос. То есть, если возникает дрожь… Да, надо подражать. Все понятно? Вам понятно? Все поняла. То есть, это защитная реакция? Конечно, это защитная реакция организма, выработанная миллионами лет эволюции, которая, когда человек волнуется, ему подсказывает, сделай то, что вот так. Это природный механизм, саморегуляция. Это природный, гомеостаз, сохранение внутреннего равновесия, выработанная миллионами лет. Но человек, по невидению, он полагает, я же не должен трястись. Позже люди ходят, они же не трясутся, а что это меня трясет? И он борется с этим. Потому что ему в школе не объяснили, когда он маленький был. Если тебя трясет, это от волнения, значит, ты потрясись немножко. Он немножко потрясется, и напряжение упадет лишнее. И он успокоится. Когда он так сделает несколько раз, у него выработается навык. Уже приводить себя в нормальное состояние без тряски. То есть это определенный период, определенный этап. То есть, когда нас трясет, это я не одна такая, многих выражение меня трясет. Мы пытаемся сразу проглотить лекарства, а надо просто трястись. Конечно, это есть упражнение, потрясись называется. Это много упражнений, и весь смысл подобрать ключ себе, подобрать те действия, те упражнения, которые вам в этот момент резонируют. Вот я вам показываю несколько упражнений, говорю, шалтай-болтай. Я говорю, хлост. Потом я говорю, лыжник. Потом я говорю, плавание. Потом еще что-то. А вы перебираете, что вам отзванивает. И делаете это. Асай Магомедович, знаете, что происходит вот в этом случае? Очень многие, я думаю так. Вот вы говорите, шалтай-болтай, хлост, лыжник. И люди, многие аудитории делают именно это. Ну, глухой, я же все время говорю. Я говорю, подбирайте себе то, что вам организм подсказывает. Хочется кричать. Кричите. Хочется плакать. Плачьте. Она говорит, ну это же плохо плакать. Если я сейчас плакать начну, я буду до утра плакать. Я говорю, ты не будешь до утра плакать. Ты потому плачешь до утра, потому что ты все время себя это блокируешь. А потенциал все время рвется разгрузиться. Эмоции все время говорят, а ты никак не даешь себе разгрузку, поэтому и будешь до утра плакать. Ты выплачься и перестанешь плакать. Вот это борьба с собой, когда человек по неведению. По неведению, вместо того, чтобы пар выпустить и научиться регулировать свое состояние уже без тряски, без стонов, без причитаний. Это, может, мы учим. Ну, во-первых, я все-таки должен сказать, что не все так, как ты рассказываешь, не понимают. Не все, не все. Когда ты говоришь слово «все», я не понимаю тебя. Правда. Извините, да. По привычке. Ну да. И все мне так говорят. Все говорят. Вот все думают. Нет, они говорят не про то, что ты говоришь все. А вообще, когда они свои какие-то мысли высказывают, они обычно говорят, что так все думают. А на самом деле все так не думают. Они думают по-разному. Я, например, это хорошо знаю, потому что у меня одних только благодарственные письма, ну, наверное, сотни тысяч. Сотни тысяч. Эти благодарственные письма у меня есть еще с тех пор, когда писали от руки и на машинке печатали, на печатной. Я же с тех пор еще живу, я же с Советского Союза. Меня Ульянов, Михаил Ульянов, прислал письмо благодарственное с тетенькой, с тетенькой. А он как депутат был еще, актер великий, Ульянов. Он еще был депутатом, и там, видимо, получал всякие просьбы. И эта тетенька к нему написала письмо, чтобы он ей помог избавиться от каких-то проблем. Ну, в больницу определил или что. И он мне в Дагестан прислал письмо, что он уверен, что я не откажу помочь этой женщине, и я ей помог. Еще я помню, что это было напечатано на машинке. А дело в том, что я с Ульяновым встречался в ВТО. В ВТО я приезжал в Москву, это для всех там режиссеры собрались. У Эскина, она была директором ВТО. Всероссийское общество театральных деятелей, по-моему, так называлось. Эскина. И там был Ульянов. И там у меня была на сцене, я пригласил на сцену несколько человек, а Ульянов сидел там рядом. А там была у меня на сцене, делала эти приемы саморегуляции. Как же ее звали, господи, это актриса, народная любимица. Как же ее звали, но я вспомню потом. Я в книжке первой писал об этом. И она делала вот эти приемы, вышла на это состояние и говорит, я из фильма к фильму стремилась к свободе. И вот она, вот она, свобода, я ее нашла. А Ульянов как раз, ее тогда спросил, а Людмила, ой-ой, он ее сейчас вспомнил. Она говорит, Люся, Люся, а что за свобода такая? Она говорит, ну понимаешь, Мишенька, вы все на меня сейчас смотрите, а мне до лампочки. Ну вот она летала на сцене. Потом я пригласил Охлопину, Алену, это была дочка Вилькиной. А мы с Вилькиной дружили, она была из Малого театра. Я как раз с Вилькиной сказал, Наташа, пусть Алена придет ко мне. Завтра у меня ВТО выступление, а я ей покажу всем на ее примере, как метод ключ работает. Но она пришла, я ей показал приемы, она вышла в это состояние. И я тогда сказал всем, которые в зале сидят, заказывайте ей любые моменты, любые такие фрагменты. И она, как будущая актриса тоже, она будет входить в роль. Да, и они ей говорят, полетай, там она летала. Потом они ей говорили что-то, ну представь себе это, она тут же входила в роль. Ну все было здорово. И потом Ульянов, мы с ним на лифте спускались, он мне говорит, а после 60-ти можно такие эксперименты делать? Ему, видимо, было после 60-ти. Я говорю, конечно, можно. И вот поэтому потом, через месяца-полтора, он мне прислал письмо. Так вот, я вам хочу сказать, сколько этих письм у меня. Огромнейшее количество. Потому что я же по центральному телевидению годами показывал мне этот ключ. С меня же стартовала программа «Помоги себе сам». Миллионы, миллионы людей вот эти приемы все делали. Но это было то время, когда все ждали чуда. И поэтому там пошли Кашпировские, пошли вот этот самый Чумак, которые вот этого делали. А люди заряжали воду там себе, там и всякие там кремы заряжали. Да, ну понимаете, это история. А сейчас, наконец, школа «Человек будущего» хомофутуруска, когда сотни тысяч людей у нас там из самых разных стран мира. И мы выходим, и там есть бесплатные ликбезы. Вы посмотрите, пожалуйста, два-три бесплатных ликбеза. Они так и называются, бесплатные ликбезы. И там выходят люди. И там вы увидите, кто понимает, кто не понимает. Вы смотрели бесплатные ликбезы? Да, конечно. Вы видели, как у нас, например, женщина, которая говорила, что она два месяца кашляет после ковида, через 20 минут, делая волну, перестала кашлять? Нет, не видела. Ну вот вы не видели бесплатные ликбезы. А что это, смотрите, Хасай Магомедович. Я вам сейчас объясню. Бесплатные ликбезы – это регулярные у нас выпуски. И там сотни людей заходят в Zoom и задают вопросы. делают упражнения, у кого что не получается. И я там как раз-таки, у нас традиция, приглашаю выйти в Zoom именно того, у кого не получается. Чтобы все посмотрели, как я ему даю советы. И все научились. То есть обычно, когда группы проводят, всегда отлично выводят, чтобы он всем показал пример. А я всегда увожу двоечника. И поэтому я знаю, что то, что вы говорите, что все не понимают, это не так. Потому что я с трудом нахожу двоечника, который, наконец, выйдет туда, и через 15-20 минут уже научится. И все у него получается. И все это видят. А вы посмотрите бесплатные ликбезы, два-три посмотрите, они по два-три часа. Там очень интересно. Каких только там проблем нет. Смотрите, Хосай Магомедович, а если бывают, как сказать, есть ли такие ситуации, когда это не помогает? Конечно, есть. А как же, когда не помогает? Конечно, если речь идет о болезнях, вы говорите о болезнях, ну, конечно, есть. Вот если это психосоматика, всегда помогает. Всегда. А если это органика какая-то, ну, это там, где психотерапия помогает, это всегда помогает. Только в данном случае человек является сам помощником для своего врача. Поняла теперь, да. На одной стороне со своим врачом, скажем так. Он, во-первых, с ним вместе, во-вторых, он ему помогает в деле собственного здоровья. То есть он не просто потребитель пассивный, который просто исполняет задания, которые дает. Нет. Он сам и дома тренируется, и потом рассказывает, у меня то получается, то не получается, тут ему подсказывают, как бы что-то просто. Но этого врача я готовлю. Вот как раз то, что у меня было в голове, вы сейчас озвучили, что потребитель, который делает то, что сам себе не хочет, скажем так, а то, что вот говорят, то и делает. Есть ли такие, или слова, или как можно человека убедить, что ли, что он сам себе в первую очередь помощник? Ну, это же вопрос с детства, это начинается со школы, понимаете? Вот мы учим детей мыть руки. Убеждать потом не надо. Они с детства знают, что руки надо помыть. А представьте... Автоматически, да? Конечно. Навыки у него, да. А представьте себе ситуацию. Родился в лесу ребенок, который вообще не знает, как руки мыть. Его привезли в город. Ну, сколько его будут переучивать? Вот ему сейчас 40 лет. За сколько фильмов было по этому тему? Ну, что зависит от воспитания. Конечно. Если ему в детстве дали эти навыки, он и будет всю жизнь применять. А не дали ему, потом ему в 50 лет их давать, и теперь его убеждать в том, что это полезно. А он привык по-другому. Он привык жить. Раз таблетки. Раз рунку водки. Раз массаж. Он привык. Массаж. Тебе говорят, слушай, этот ключ нужен на те случаи, когда таблетки нету. Угу. Нету. Ванны для ног горячей нету. Массажиста нету. Никого нету. Ты в самолете летишь, допустим, и вдруг тебе плохо, чтобы ты сам себе мог помочь. Потому что некоторые люди до такой степени в стрессе, что они и этого не слышат. Один парень мне тот же говорит, а мне лыжи лучше помогают. Я как бы с горы качу на лыжах, Я говорю, слушай, Петя, я же тебе объясняю, когда нету лыжи, когда нету массажа, когда нету таблетки, когда ты на один-один с проблемой. А, ну тогда понятно. То есть он даже сразу это не понимает. Да, 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 да. Вот я почему-то вот задаю такой вопрос, потому что, ну, в социуме же мы находимся, и окружение тоже есть такое. Вот я, значит, такой пионер, пришла на работу и всем рассказываю, как в восторге, вот такая есть. Потому что смотрю, тот с хмурым выражением лица, тот без сознания условно падает, да. Ребят, ну вот такая, вот так легко и просто. А я вспомнил, это была Люся Людмила Касаткина, народная актриса СССР, народная артистка СССР, Людмила Касаткина была, да. Я вспомню. Я же никак не мог вспомнить, да. И вот убедить, убедить очень сложно. Изначально убедить людей сложно, что это помогает, что это работает. Приходится, вот я когда первый раз тоже начала смотреть с вашего ролика «Как устроен мозг», вот приходится на спичках, допустим, на это, чтобы люди немножко помогали. «Как мы устроены?» Сначала же надо, «Как мы устроены, да?» Нет, нет, я не так, не так. А как тогда? Представьте себе, я прилетаю, там теракт произошел. Теракт произошел, погибли дети и погибли взрослые. Осталась часть живых людей, упустят людей. Трагедия у них. Неужели им сейчас до того, как я им буду теорию рассказывать, как мозг устроен? Они же не слышат. И психологи, они безоружны, потому что эта мать, которая ребенка потеряла, она психолога не слышит. И тогда я вместо подбора слов подбираю ей движение. Я смотрю за ней, что у нее происходит. Она трясется. Я говорю, трясись. А другая сидит, вот так плачет. Я говорю, плачь. То есть я им говорю, усиливай те реакции, которые ты сама делаешь. И она делает, 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 делает. А потом через 15-20 минут села и говорит, ой, отпустила. Чего же сразу так не подсказали? Она же делала себе. Вы сейчас сказали одну фразу, которая вот все объяснила, усиливая те реакции. Это называется позитивная интенция. Конечно. Значит, получается, все, что вот резюмируем. Наш организм не дурак. Он знает, как нам помочь. В отличие от нас самих. Он делает, мы бессознательно делаем какие-то телодвижения. Ну да. И для того, чтобы, как это сказать, подавить вот это, да? Подавить и как это? Вместо того, чтобы блокировать. Да. Мы должны их усиливать. Мы должны их воспринимать как помощь. Как подсказки тела помочь нам решить нашу проблему. Потому что эти подсказки тела выработаны миллионами лет эволюции. Все. Ну, конечно, это же живой человек. Организм в процессе эволюции развивался. Он же в каких-то условиях выживал. Поэтому у него выработались механизмы саморегуляции. На гору он пошел, сердце чаще забилось. Это же гомеостаз. Дыхание участилось. Много таких механизмов. Просто это знают, что сердце чаще забилось, когда на гору пошел. А эти тонкие не знают. А эти тонкие я знаю. Я когда 25 лет назад сказал, что повторяемые движения снижают напряжение, люди говорили, да что мы и так знаем это. Я говорю, а какие выводы вы из этого сделали? Например, я говорю, в школах я работал, я говорю, дети когда нервничают, ногой качают. А мне там педагоги говорят, ну мы и так знаем это. Я говорю, а какие выводы вы сделали? А что надо делать? Я говорю, вот надо попросить этого мальчика, который не может на месте сидеть, не может сосредоточиться, который сидит ногой вот так делает, попросить сделать это сильнее. И он делает, делает сильнее, а потом сел и говорит, сколько еще делать? А я говорю, что уже не хочешь? Да, уже не хочу. Я тебе даю домашнее задание три дня подряд дома в удобное время сиди и вот это упражнение делай. Как упражнение? Я создал упражнение лично для него из его личных нервных движений, которые ему помогают. Держать баланс. А учительница говорила, сиди ровно, не качай ногой, а у него напряжение еще больше растет. А потом, говорит, что же он отвлекается все время, не может сосредоточиться? Да, больше у него напряжение. То есть, для нас, для каждого свое индивидуальное. Кто-то причем дергает, кто-то причем дергает, кто-то пальцами стучит, кто-то жвачку жует, кто-то за ухом чешет. Касай Магомедович, еще вот такой вопрос. Это все как раз то, что движение. А как вот, что вы скажете, ваше мнение, когда люди начинают кричать друг на друга? Это как? Это разгрузка. Ну, конечно, это разгрузка. Ему надо это делать дома. У нас есть упражнение, которое называется выговаривание. У нас есть упражнение, которое называется бормотание. У нас есть упражнение, когда называется шалтай-болтай, которое дети все делают. Они сами делают, они вот так болтаются и думают, о чем думают. Да, у нас есть много упражнений, которые в культуре у нас не существуют. И поэтому, когда у людей напряжение растет, они это срываются на женах, на детях, на подчиненных. А в Японии, например, куклу начальника колотят. Да, у него кукла начальника, он его колотит, пар выпускает, потом с начальником нормально разговаривает. А у нас мы дальше пошли, в нашей школе дальше пошли. У нас даже кукла не нужна. У нас есть бой с тенью. То, что спортсмены-боксеры всегда делают. Тренер-боксеру-молодому говорит, домашнее задание, бой с тенью. Тот дома колотит тень. Ну, представляет себе противника и колотит. Так оказывается, это всем, если кому подходит, помогает. Не только боксерам. Это же разгрузочные действия. У одного эти действия, у другого хлёст. Потому что спортсмены перед тем, как в воду прыгнуть, они их снимают нервно-мышечный зажим. Делают хлёст, потом прыгают. Люди просто не знали, что хлёст можно сделать не перед тем, как в воду прыгать, а и перед экзаменом. Какая разница, к чему ты готовишься, к прыжку в воду или к экзамену? У тебя напряжение растёт, а ты его так снимаешь. Ну, он говорит, я же не буду на экзамене это делать. А на экзамене и не надо. Это домашняя работа. Ты за два-три дня до экзамена переживаешь же об экзамене. Нервничаешь, встал, и делай хлёст, и переживай об экзамене. И придёшь потом на экзамен уверенный, и пятёрку получишь. Но это же есть наука. Но пока человек стрессный находится, он эту науку не слышит. Да. Поэтому я вначале вывожу его, я помогаю его вывести из стресса. Я помогаю как специалист. Я этому учу психологов. Я этому учу врачей. Я 10 лет был членом правления Межрегионального профессионального медицинского объединения психотерапевтов, психологов, социальных работников. 10 лет был членом правления. Я им всем показывал и рассказывал. И профессорам там показывал, и психологам, и врачам, и всем. У нас был Апинянский такой Александр Иванович. Очень хороший человек. Председатель этого управления. Мы вместе летали на Тарахте, в Каспис, там после взрыва там на параде 9 мая. Из Москвы я вместе с собой приглашал в Дагестан специалистов. Да, им всем показывал, как это делается. У нас там один парень лежал на предыдущем теракте. Взорвался. Дом пограничников взорвали. Парень там весь в бинтах лежал. Вообще он весь в бинтах. Он не может эти движения делать. Он лежит. У него несколько осколков вынули. Из него один осколок остался. Позвоночники. И врачи обсуждали момент, стоит ли этот осколок вынимать, и большой риск был для его жизни. И вот он так лежит, весь такой отечный. Меня в палату к нему привели. Оказывается, он несколько дней не спит. Ему уколы делают, он не спит. Потому что он глаза закрывает, а у него взрыв перед глазами. Не может расслабиться. И он весь в бинтах. И я тогда ему сказал, палец видишь? Палец. Вижу. У него тут же весь бинт, бинт. Вот такой весь. Вот ты, говорю, мысленно представь, что палец пошел наверх. Он так представил, что палец пошел наверх. Палец пошел наверх. Это идиомоторное движение. Не механическое, как вот мышцами, а представление. Я воображаю, что палец пошел, и не мешаю ему. И когда я нашел состояние, когда я не мешаю, и он начинает двигаться. Идиомоторно. Туда. Потом представь, что назад. Потом представь, что вперед. Потом я говорю, ну, полежи, мы сейчас придем. И мы вышли в коридор. И там посовещались. Мы зашли после этого. А он же спит. А он не мог. Да. Магомедович, смотрите. Ну, вот у вас часто, наверное, же тоже, вы же человек, правильно? Вы же тоже испытываете раздражение, что-то. Как вы справляетесь? Не то слово. Во-первых, у меня есть два способа прекрасных. У меня есть любимое дело. Рисовать. Рисовать, писать стихи, писать рассказы, писать научные труды, писать книги и так далее. Во-вторых, я люблю помогать людям. И у меня есть формула, по которой я использую нервную систему свою, когда у меня страх, когда у меня паника, когда у меня нервное раздражение, когда мне хочется заорать там или еще что-то. Я вот этот стресс, который у меня может возникать, беру. Это удивительная штука. Я этому учу всех людей. И как использовать энергию страха, стресса, паники, использовать как энергию для решения недоступных целей. Вот есть задачи, которые мне трудно решить. Я их запоминаю. Какие у меня задачи? Вот когда меня кто-то из себя выведет, когда мне хочется заорать, я вместо этого вспоминаю эти задачи. Я уже в нескольких роликах это рассказывал. И это как вайкидо, это энергия напряжения. Идет на их решение. То есть потом, когда я решаю этот вопрос, рисую, например, или там пишу материал какой-то, я чувствую, у меня его легко писать. И самое главное, что когда в момент нервного напряжения при стрессе я задачи вспоминаю, то этот стресс меня не зацикливает и не разрушает. Он уже меньше. Потому что я в этот момент вспоминаю, что мне предстоит после этого делать и верю в то, что у меня получится это лучше, чем раньше. Разгрузка у меня такая получается. Но я этому учу не просто на словах, а когда у нас вебинар какой-то происходит, они все выходят на состояние нуля, это эмоциональная безмятежность, состояние, когда то, что тебя волновало, перестало волновать, когда у тебя состояние такое умиротворение. И там ты об этом мечтаешь, что когда у тебя будут стрессы, ты энергию направишь на решение вопросов. Это вот когда ты вышел на состояние безмятежности, разгрузился, там технологии специальные, и там перезагрузился, и ты создал в нейросетях мозга новые связи, новые отношения к стрессу. Теперь ты, когда стресс в жизни появляется, его не боишься и не борешься со стрессом. Ты его берешь себе в помощники, чтобы решить вопросы, которые у тебя нерешаемы. Ну ты, допустим, хочешь там чего-то. Ну ты что, ну женщина красивая, ну чего она хочет? Всегда быть молодой. Ну так, пожалуйста, молодой. Видишь, какой я молодой. Вот я побрелся еще, вообще классный. Вот видишь, я немножко посрелся, уже классный. А мне 71. 71, понимаешь? А я могу производить хорошее впечатление. И это мне служит, как говорится, боком выходит, потому что меня часто приглашают на международные конференции, а я поехать не могу. Мне по часу приходится им объяснять, я не могу приехать. Почему? Да я инвалид тяжелый, у меня там титан стоит, а мне 71 год, я вообще дальше в своей мастерской выйти не могу. Семь лет. Они не верят, потому что они верят, что я молодой человек. Ты понимаешь, о чем я говорю? Так я скольких людей сделал счастливыми, не только женщин, но и мужиков. Вот один из, вот один из ваших, совершенно, вот совершенно, сейчас удивляюсь, оглядываясь назад, совершенно не думала, что это так можно, возможно вообще. Совершенно не думала. Так что вы имеете в виду? Ну вот, когда я находилась в состоянии, меня лечили врачи, ставили депрессию, хотели положить какое-то там пограничное отделение, но все было уже просто, вот все, вот шеф, все пропало, гипс снимают, как говорится, да? И тут вот Бог, Он нас ведет, Он нам посылает человека, который нам необходим именно в тот момент, и вот он несет с собой урок, который нам нужен, правильно, в тот момент. Я совершенно случайно увидела ваш ролик. И без единого медикамента, без всяких пограничных отделений, я вышла из этого состояния, конечно, вот пока поняла эту фразу, метод подбора путем перебора, долго понимала. Я пока поняла, как это работает, и когда первый результат был, вот махала-махала руками, ну не идет, я в себя впихиваю, ну не идет. Ну если бы у меня, вы у меня были на ликбезе или нет? Были, была, конечно, я так же, и шалтая, болтая. Вы выходили как двоечник там? А нет, не была, как двоечник не была. Надо было выйти, надо было сказать, я хочу выйти, и сразу бы научились. Я бы вам подсказал, что надо делать. Вот потом, я потом поняла, что метод подбора, что это такое, я одно движение, другое движение, и потом какой-то вот прям раз, щелчок, и все, я поняла, вот оно. Когда вы нашли действие, которое вам синхронно, сразу напряжение падает, глаза открываются, и лучше понимаешь, да. А многие люди говорят, я ходил там на физкультуру, ходил на какой-то спорт, и в какой-то момент вдруг, они понимают, как будто что-то у них открылось, когда какое-то действие совпадает с ними точно. Когда происходит сброс напряжения, выход на состояние, легкости, понимания. А синхрометод ключ или синхрогимнастика ключ, это как раз-таки поиск действия синхронных к текущему состоянию, чтобы сразу это произошло. Я учу быстро перебирать. И самое главное, да, вот еще был такой момент, когда нужно поймать свое состояние. Если ты в состоянии покоя находишься, у тебя нет этого возбуждения, допустим, вот эта шкала, которая определяется, да? Да, мы говорим от 10 до нуля. Да, да. Посмотрят, пускай ролики и увидят, что у нас есть шкала стресса от 10 до нуля. 10 – это шторм, а 0 – это штиль, покой, глубина, благодать, миротворное состояние. Каждый может себе измерить, на каком состоянии он в данный момент находится. И делая приемы, все время сопоставляться с шкалой. То есть, да, если ты находишься в состоянии, допустим, ну, 3, да, по шкале, то это тебе ничего, да, ничего, этого даже не заметишь ты, что-то с тобой происходит. А если 10, то люди 8. Тогда, конечно, уже ты заметишь. А когда тебе просто, грубо говоря, ты посмотрел ролик, ну, у тебя нормальное состояние, но ты, как все, все побежали, я побежала, конечно, ты ничего не заметишь. И потом говоришь, это не работает. Конечно, разницы никакой нет, если тебе и так было хорошо. Зуб не болел и не болит. Ну, как-то... Вот прошла через все эти стадии. И пока я поняла, как все это работает. Поэтому я бываю очень рад, когда ко мне на ликбезы бесплатные приходят люди в тяжелом состоянии. Они тогда понимают цену этого. А когда какой-то человек в нормальном состоянии вышел туда, смотрит, сидит, семечки кушает в это время, как телевизор, и говорит, что он там болтает и болтает. А где же эти приемы? И не слышит, что там говорят. Да, вот как раз это об этом, да. Когда очень многие от скуки отделают, ну, может быть, там что там ноготь сломался у кого-то, ох, у меня стресс, да, накаток сломался. Ну-ка я попробую. Да, но не работает. Это все ерунда. Все не так надо. Пойду-ка я лучше что-нибудь, там сигарету выкурю. Говорите, не обращайте внимания. У меня все время звонят обычно. Не, не, говорите. Я им по сто раз говорю, пожалуйста, не звоните до 20 часов вечера. Потому что я вот до утра работаю. Нет, они будут и в 2 часа дня, и в 3 часа дня. Я говорю, посмотрите ликбезы. Зачем я там буду смотреть? Мне хочется с вами поговорить. Слушайте, ну, у меня сотни тысяч людей. Ну, как я могу всем отвечать и со всеми разговаривать? Мне не лень. Просто надо, чтобы человек посмотрел ликбезы 2-3, а не по 2-3 часа. Подобрал себе приемы. Если что-то не получается, мне написал в WhatsApp или в Skype до 20 часов, что у меня что-то не получается, тогда я могу с ним разговаривать. А что я ему буду по телефону эти 2-3 часа рассказывать? Когда я вообще... Касай Магомедович, я, конечно, извиняюсь, что я у вас только времени заняла. Ничего, ты хороший вопрос задала, поэтому я пользуюсь случаем для всех это объяснить. Да, да. Вот я думала, что я уже все знала, но не все многое от вас. Сейчас узнала еще. Еще кое-что, да. Завтра узнаешь еще кое-что. Все время нужно учиться, все время нужно учиться, учиться и учиться. И самое главное, что нужно помогать самому себе. Не надеяться ни на кого. Правильно? Да, вот, слушай, я хочу понять, кто там звонит, потому что мне непонятно. Вот, извини, пожалуйста. Да. Я сейчас спрошу, кто-то звонит. Хочу понять, кто это звонит. Да. Это будет интересно. Да, я вас слушаю. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Меня Светлана зовут? Я к вам из Старого Скола звоню в Белгородской области. Вот посмотрела вашу сессию, можно сказать. Очень впечатлилась. И хотела бы поговорить по поводу у меня ребенка, утистка. Да, сколько лет ребенку? Ребенку четырнадцать. А, ну, да, можно, можно, да. Можно. Да, ну, вот, знаете, что сделаете? Я же сейчас не могу. Вы первый раз звоните и даже не написали мне, что хотите переговорить. У меня такое правило. У меня такое правило. У нас там на YouTube-канале, подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канале. Да, и там есть бесплатные ликбезы. Они так и называются. Бесплатные ликбезы. Вам надо посмотреть два-три, не меньше. Просто вот сидите, когда у вас время есть. Они там и бывают по два часа, и по три часа. Там много разных людей со своими проблемами. И вы посмотрите, как меняется их состояние, что они делают, какие советы я там даю. Вы должны знать, что я не клиника, и мы лечением не занимаемся. Я, в принципе, понимаю, что это такое. Да, я просто даю советы, чтобы люди могли себе помочь. Посмотрите. Вот вы там посмотрите и мальчика своего. Пусть он посмотрит. И посмотрите еще ролик обязательно, который называется «Целебный ролик». «Целебный ролик». Да, он так и называется. Это его имя. «Целебный ролик». Да, и там я за 20 минут показываю одноминутное ключевое дыхание и в волну, как делается волна. Да, и пусть он и вы попробуйте это сделать. А потом... У меня девочка. У меня девочка. А, ну девочка, да, девочка пускай сделает. Да, и напишите мне потом. Вот вы мне в WhatsApp сейчас звоните или куда? Угу, да, да. Да, вы там напишите в WhatsApp. Вы мне напишите, что вы со мной договорились, вы посмотрели «Целебный ролик», вы посмотрели два или три реликбеза бесплатных, и вы вошли в тему, и теперь у вас есть вопросы. И вот тогда мы спокойно с вами поговорим, и я вам помогу. Угу. Хорошо, Хасон, я вас услышала. Хорошо. Молодец, всего доброго, до свидания. Спасибо. Всего доброго. Да, нажимайте кнопочку там какую-то, я вот не знаю, какую кнопочку нажать. Простите, я даже не видела, что мы по видеосвязи. А я тоже... А вы делаете звонком? Что ж такое? Я тоже сейчас вас... Простите, пожалуйста, я как-то не изначально. Я тоже только сейчас увидел, да, вас. Какая-то красивая девочка какая, да. Давайте, нажимайте кнопочку. Давайте. Все, спасибо огромное. Пожалуйста, солнышко, закрывайте, да. Кнопку нажмите, я не знаю, где там нажим. Вот, теперь нужно. Я тоже воспользуюсь моментом, чтобы еще раз всем объяснить, потому что нас иногда новички смотрят, чтобы они поняли механизм, потому что я же не могу один на всех. Конечно, у меня есть дочь Шейла, она психолог мощный. У меня есть сын, Ален, он психолог мощный. У меня много учеников, которые тоже специалисты, которых я лично готовил, и специалисты. Но при этом есть очень много людей самодеятельные, которые вообще не представляют, что это такое. Ключи пытаются других учить. А все, что я выставляю ролики, что пишу в книгах, это для личного использования. А учить могут только те, кого я лично подготовил как специалиста. А для этого мне нужно с ним переговорить, чтобы понять, буду я с ним работать или не буду с ним работать. Хасай Магомедович, ну и вот, скажем так, напоследок, еще один вопрос, но такой забавный. Да. Мы же все работающие люди, у нас на работе бывают всякие ситуации. Да. И когда очень хочется сказать емкие слова кому-нибудь и треснуть какой-нибудь там, что в этот момент, такая скорая помощь какая. Хотел остаться, скачать и грохнуть что-нибудь, чем-нибудь об стол орать, но тихо все, улыбка молцелива, и то не сила воли нет, то невозможность остановить мгновение. Ах, это невозможность, она меня с ума сойдет, да? Я схожу как. Надо дома несколько раз выходить на разгрузку, на безмятежность и делать перезагрузку. И там мечтать о том, что на работе, когда появится желание кому-нибудь грохнуть, в этот момент моментально вспомнить, какие есть впереди задачи, о чем я говорил только недоступны. Да, да. Их заранее себе построить, один, два, три, вот задача, например, ну, у меня картину дорисовать там, или, например, контент хороший сделать, понятный для всех, или, например, еще что-то, вот изобрести. Я всегда, когда вот, ищу момент, когда у меня стресс, чтобы вспомнить, что мне надо какое-то изобретение сделать. Я его потом делаю, потому что в этот момент, когда я его вспоминаю, вот на этом пике стресса энергия туда идет, и потом, когда я им занимаюсь, я его делаю. Это удивительная штука. Я потом как-нибудь еще раз встретимся, покажу, на что надо настраиваться. Ну, вы дома это сделайте, подготовьтесь к тому, что на работу. Повышать стрессоустойчивость, да, еще? Это называется повысить стрессоустойчивость или психологическую устойчивость не за счет того, что ты как камень не пропускаешь удары. Это невозможно. А за счет того, что ты гибче стала. Все поняла. Гибче стала. Что ты раньше, когда попадала в эту ситуацию, это был для тебя тупик, и все. А теперь ты знаешь, что там делать. Потому что ты заранее на волне безмятежности помечтала, что когда ты туда попадешь, ты сразу вспомнишь дела, которые надо потом сделать, и с уверенностью, что вот этот стресс, как хорошо, что ты его поймала, ты потом сможешь решить эти вопросы лучше. Вот у тебя цели же в жизни есть. Ну, ты их быстрее достигнешь, если в момент, когда тебя разрывает от стресса, вспомнишь эти цели. То ты их быстрее достигнешь. Потому что ты откроешь в мозге ресурсы для включения. А так они у тебя только идут на разрушение во время стресса. Я вспоминаю сейчас историю. Одна девочка рассказывала. У нее кот, любимый кот, выпал с пятого этажа и лежит внизу, плачет. Она говорит, я побежала туда, я не знаю как. Я подняла эту бетонную глыбу, куда он провалился, вытащила кота. На следующий день я подошла к этой бетонной глыбе и я глазам своим не верила. Как я могла это сделать? Правильно, стресс ей помог. Почему? Потому что у нее была задача больше, чем этот стресс. Все ясно. Понятно, да? Да, все ясно. Вот она в чем дело. Поэтому, когда вы попадете в стресс, вы эту задачу свою вспомните. И это будет у вас стресс-трамплент для ее решения. Все ясно. Все ясно. Так люди в стресс попадают, если у них задач нет в жизни. Нет любимого дела, нет ничего. Ну, он в стресс попал, и вот он, бедный, мучается, как стресс снять. Он бы сто раз уже снял, если бы у него дело было. Он бы начал делом заниматься, и туда бы вся энергия пошла. А сколько великих людей использовали стресс для создания своих гениальных произведений? Ведь сколько людей, они же трагедии какие пережили. Они же музыку писали великую после трагедии. Они же, когда у них любовь, когда трагедия, они же все эти эмоции переживали, делали эти музыкальные произведения, рисовали эти шедевры, они играли в этих театрах, в кино выступали. Они же стресс использовали. А если бы они сидели без любимых дел, если бы у них не было сверхзадачи, так этот стресс бы их разрушил. Спасибо большое, Хасай Магомедович. Я надеюсь, что мы с вами еще когда-нибудь увидимся. Спасибо большое за все, за все вопросы, ответы, которые вот сегодня поразвучали. Спасибо большое. Чао, какао, бомбино. Пока. Я по-итальянски разговариваю. Всего два слова знаю. Чао, какао. Всего доброго. Спасибо. Дала такую возможность для всех рассказать еще несколько раз одно и то же, о чем я сейчас. Одно и то же, согласна. Но более доступным языком. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Красивая девочка. Спасибо. Я это знаю, потому что девушку надо всегда похвалить. Я уже слышала от вас это. Спасибо. Давай, счастливо. До свидания. Я это загружу на YouTube и завтра это будет в YouTube. Всего вас хорошо. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok